Без пяти 140. Наша съемочная группа познакомилась с Рауаном Меркешем. На ЕНТ он набрал 135 баллов. Это лучший результат в Североказахстанской области. Сложно ли было и какие у молодого человека планы узнала Жан Сулута Стемирова? Стресс, слезы, ночи без сна. Единое национальное тестирование. Настоящее испытание для выпускников школ. Нужно оправдать ожидания родителей, учителей, а главное не остаться за порогом 50 баллов. Я сама 8 лет назад прошла через это и знаю, тут без доли везения не обойтись. Подготовка подготовкой, но на результат влияет еще много факторов. Аудитория, вопросы и психологический настрой. Как со всем этим справиться? Было страшно и волнительно, рассказывает Рауан Меркеш. И это сильно мешало. С результатом 135 баллов. Выпускник школы-лицея Белем Инновация лидирует среди североказахстанцев. Были никогда ночами не спал. Это плотворный труд целого года, который я пытался, которым я трудился. И это было очень тяжело, если честно. На пробных набирал до 130. Что выйдет больше в судный день, говорит, даже не ожидал. Сложнее всего далась биология. Это один из профильных предметов выпускника. Очень много новых вопросов, которые раньше не встречались в пробных тестах. И то есть, даже когда сдавали в школе, это была более школьная программа. И все-таки сдавать было вроде бы легче. Когда на ЕНТ, во-первых, это сама суета, сам этот стресс дает о себе знать. Но все-таки, зная школьную программу, можно было на все ответить. 135 баллов на ЕНТ, еще и ни одной четверки в аттестате. Кажется, с такими достижениями Рауану открыты двери всех вузов республики. Но не все так просто. Молодой человек хочет стать стоматологом. А на эту медицинскую специальность Министерство образования выделило всего шесть грантов. Конкурс очень большой. Как альтернативу рассматривают биотехнологию. Шансы там выше. 250 бюджетных мест. Но не всем так повезло, как Рауану. В области больше 150 человек не прошли пороговый уровень. А некоторым пришлось отстаивать каждый балл. Тестирующий там решил, что это немножко или некорректный вопрос, или несколько правильных ответов было, или не было вообще ответов правильных. В таком случае мы принимаем заявление, направляем республиканскую комиссию. Ну, если, например, по первому дню 17 выпускников написали заявление, ну, два балла добавили. Прием документов на присуждение государственного гранта будет с 18 по 26 июля. А те, кто не прошел пороговый уровень, с 19 по 24 августа смогут сдать ЕНТ платно за 2242 тенге. Если и тогда не повезет, то в сентябре молодых людей могут условно зачислить вуз. После первого семестра они снова сдадут тестирование и смогут начать обучение на полных правах. Шансулу Тестемирова, Адель Нуржанов, Новости, МТРК.